Специалисты Сургутского спасательного центра ищут пострадавших. В городе стартовали масштабные учения, которые будут продолжаться в течение двух дней. Поиск людей, условно терпящих бедствия, идет с преодолением водных и наземных преград, погружением на дно Аби. За работой спасателей наблюдала Ирина Галаган. Поисковые отряды на ногах ни свет ни заря. Учебный сигнал СОС поступил диспетчером в 4 утра. Далее все по отработанной схеме. Спасатели впервые тренируются совместно с водолазами. До этого учения проводились раздельно со спасателями и отдельно с водолазами. А это у нас комплексное учение, где именно отрабатываются вопросы взаимосвязи между поисковыми группами, управлением этими группами, умением работать в сложной обстановке. Здесь в лагере начало маршрута. Теперь начинается самое сложное. Впереди 10 километров густой тайги. Необходимо найти место проведения учебной спасательной операции с помощью навигатора. Туда, конечно, можно добраться на катере. Но по задумке спасатели добираются пешком. Мы плывем к месту, где, согласно легенде, придуманное для этих учений, потерпело крушение и затонуло небольшое судно. Все вымышленные пассажиры погибли. Кто-то остался в воде, а кого-то вынесло на сушу. Войсково-спасательному отряду необходимо найти всех. Условия полностью приближены к реальным. Эта местность участникам незнакома. А уж организаторы постарались. Усложняли дорогу, как могли. Путь к месту крушения лежит и через 40-метровые сухие овраги, и водные преграды протяженностью до 50 метров. Также придется преодолеть километровый заболоченный участок. Сколько времени уйдет на преодоление преград – это зачастую вопрос жизни и смерти людей. Ров глубокий, то есть, в принципе, как бы здесь не прочищено, ничего. Реальная опасность, если упасть, можно было повредиться. Делается, вяжется обязательно сдвоенная веревка для безопасности, плюс страховочная веревка. Плюс все работаем в каске, на страховках. С собой у них все необходимое – веревки, карабины, рация, навигаторы и лодка. А за плечами опыт многих тренировок. Подобные операции проводят 2-3 раза в год. Зимой спасателям так же, как и летом, приходится ночевать в лесу. Пока они прочесывают лес, водолазы ищут пострадавших в воде. Самая главная сложность, скорее всего, как и всегда в нашей работе – это нулевая видимость. Практически ничего не видно. Приходится работать на ощупь. Думаю, если бы руководитель не вызвал из воды, я бы, наверное, еще бы поработал. Всегда найдутся такие, кто заблудился в лесу или перевернулся на лодке, а может быть и утонул в состоянии алкогольного опьянения. Вода, говорят водолазы, ошибок не прощает. Хоть вместо реальных жертв сегодня метки в виде ленточек с номерами, все равно нужно торопиться. В запасе всего двое суток. На земле или под водой, любой ценой, жертвуя собой. Но нужно спасти всех условных погибших. Только тогда спасательная операция будет считаться успешной. Ирина Галаган, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Север».